Всем привет! Новое очередное видео моей временной студии на балконе, потому что самоизоляция, потому что сидим дома. Очередная распаковочка и технологии, одна из камер и хом-камера 3, то есть последнее поколение камер, которые у них есть. Камеры у них представлено много, с 4 по 8 июня будет проходить фестиваль скидок на Алиэкспрессе, ссылочка на магазин. С 8 до 80% будут скидочки, поэтому, пожалуйста, пройдите, ознакомьтесь, если нужно, соответственно, приобретайте, не нужно, не покупайте. Но если вы пройдете по ссылке, соответственно, мне будет, ну, скажем так, приятно. Мои труды не были пустыми. Итак, и хом-камера 3, что она может? HD 1080, широкоугольная камера, Night Vision, и можно переговариваться, так же, как и на всех камерах и технологии, можно переговариваться непосредственно. Вы находитесь в другом месте, кто-то у вас находится дома, либо с ребенком, либо с пожилым человеком, либо передать привет котейке. Итак, вскрываем, смотрим, какая комплектация, подключаем. Доезжает все, кстати, со склада в Москве, быстренько, буквально несколько дней, и не надо ждать это все с Китая. Открывается это вот так вот. Здесь у нас сама камера, телефончик так поближе. Есть в комплекте все, что нужно для первого подключения, да вообще для просто использования. Это у нас microUSB, USB. Это у нас 1 Ампер 5 Ватт, фирменная зарядка. Прошу заметить, что компания E-Technology, будем так ее называть, это может быть и суббренд корпорации Xiaomi, но они любят, когда их называют отдельным производителем. То есть никакого отношения к Xiaomi она якобы не имеет. Если вы считаете по-другому, напишите об этом в комментариях. Итак, это в сторонку, есть прикольный клауд, наклеечки, есть старт гид, который можно почитать на досуге, есть гарантийный талон. На камеру, кстати, распространяется гарантия на один год, и есть вот такая красивая красная наклейка. Очень приятно, что такие вещи есть в комплекте. Ну и, собственно, сама камера. Посмотрите, какая она, во-первых, маленькая, тоненькая, в-третьих, это просто подставка. То есть если вы ставите, вы можете, то есть камера практически никуда не двигается. Вы можете быть уверены, что она никуда не улетит. Но еще прикол в том, что камера, она вот здесь вот, то есть ее можно снять. Так, с одной стороны мы открыли, и с другой открыли. Камера с клипса снимается, можно вообще вот так вот куда-нибудь приспособить. То есть, по сути, это подставка. Сам модуль камеры находится здесь. Есть у нас слот для карты памяти, есть у нас наклеечка, что это новое. Есть кнопочка Reset, если вы хотите сбросить настройки. И без проблем это все установить обратно. Опять же, если вы слышите какие-то посторонние шумы, прошу прощения, потому что это улица. Ничего тут не поделаешь. Для того, чтобы у нас камера начала работать, нам необходимо подключить питание. Питание мы подсоединяем. У меня уже заранее приготовлен. И в принципе, наверное, все. После этого мы скачиваем приложение. Приложение называется eHome. Просто его включаем. Вне сети камеру, другую камеру я отключил. Здесь нажимаем на... Пожалуйста, да. Опять же, надо понимать, камеры, допустим, для рынка Китая, это будет на китайском. Камеры для глобального рынка будет на английском. Нажимаем плюсик, ищем. Что у нас? EHome 3. Вот такая вот камера. Да, мы услышали, что она готова к подключению. Разворачиваем ее в сторону. Делаем вот так. Ставим сюда, в детской, на кроватку ребенка. Ну вот, собственно, выглядит так камера подключенная. Никаких проблем у нее нет. Это у нас ножка. Модуль камеры у нас находится здесь. Ночное видение есть. Какие там сенсоры. И вот это все, на самом деле, обычному потребителю, обычному пользователю неинтересно. Для того, чтобы управлять камерой, надо скачать фирменное приложение eHome. Туда вы можете подключить от датчика движения, от датчика открытия-закрытия до камер. Скачиваем, проходим, заводим учетную запись. Как вы видите, у меня здесь несколько камер. Внутренний двор и спальня. Эту камеру я обозвал спальней. Если хотите что-то подключить, пожалуйста, нажимайте на плюсик, выбирайте, какая у вас камера. Происходит сканирование QR-кода и камера подключается. Дальше, так как у нас камера уже подключена, просто заходим в название камеры и получаем вот такую картинку. Хотим, смотрим вот так, да, непосредственно. Давайте чуть-чуть я громкости по яркости прибавлю, для того, чтобы вы понимали, как это все дело выглядит. Можете сделать фотографию, можете записать отрезок видео. Возвращаемся обратно, проходим в настройки. Уже есть обновление, я его еще не установил, потому что занимаюсь непосредственно съемкой видеообзора. Можете поменять имя камеры, к примеру, пускай это будет гостиная у нас. Гостиная и можете внести свое. Можете поделиться этой камерой с членами своей семьи или тому, кому вы доверяете, или хотите, чтобы тоже наблюдал. Дальше проходим в настройки. Здесь можно включить, выключить движение, настроить область движения. Область движения, допустим, будет отображаться вот в этих рамках. Активность будет учитываться. Можно включить уровень человека, настройка оповещения при срабатывании детектора движения. То есть, если она будет видеть непосредственно человека, будет также оповещение. Настройка высокая. Можно изменить на среднюю-низку. Чем выше, тем чаще будете получать оповещение. Далее. Регулировка громкости. От обычного разговора до, опять же, крик или какой-то сирены. Можете поставить, допустим, 90 дБ. И только если начнется землетрясение и большие звуки, ну, так громкие звуки, вы будете получать уведомления. Я думаю, что, скорее всего, громкий разговор не надо. А вот где-то 70 дБ, беспокоящийся шум. Это человек, если упал, если человек закричал, плач ребенка, опять же, отреагировать должно. А дальше. Частота оповещения. Чем чаще, тем он, соответственно, должен быть высокий. И графика оповещения. Можете настроить у индивидуальный график. Допустим, с такого-то времени вас беспокоит, с такого-то не беспокоит. Можете настроить 2.4 на 7 и будете получать уведомления круглосуточно. Далее. В самой камере у нас настройка камеры. Можно перевернуть изображение, если вы прикрепляете эту камеру вверху-вниз, скажем так. Можно включить-выключить микрофоны. Можно включить-выключить ночное видение. Это очень удобно настроить. Часовой поезд. У меня Москва, поэтому никаких проблем. Эта камера умеет общаться в два режима. И сюда, и обратно. In-out. Можно устроить как громкую связь, можно как селектор. Селектор, по сути, торгаться. Сначала говорите вы, потом слушайте, что говорят вам из камеры. Например, спросить у ребенка, как он себя чувствует, сделан ли он уроки. Либо спросить у пожилого человека, опять же, о состоянии его здоровья. Я выбрал селектор, окей. Новое ПО обновим чуть позже. В принципе, больше ничего здесь нет. Связь. Проверяем качество связи. Китирование. Мобильная сеть. Ну, в общем, у меня было нормально, и все. Включить и выключить режим видеосъемки при оповещении активности через защищенный облачный сервис камер. Опять же, если вы не хотите писать на карту памяти, покупайте тарифный план облака. 30 дней первые бесплатно, а дальше по тарифному плану. 437 рублей в месяц. И, наверное, самые популярные 527 рублей в месяц. Есть 375, это 5 камер, 15 дней перезаписывания. То есть, 24 на 7 будет 15 дней писаться, а потом перезапишется. Motion detector, все это дело работает. В принципе, все уже на русском языке. То есть, по сути, вы можете выбрать план на любой кошелек. Первые 30 дней бесплатно. Есть также помощь, без проблем. Можете обратиться, написать в поддержку, ответить. Выбор режима. Либо авторежим, либо SD, либо HD. HD, это у нас непосредственно Full HD картинка. Далее, если вы хотите чем-то заниматься на своем смартфоне, но параллельно мониторить, что происходит на той стороне картинки. Просто скачали, точнее, просто нажали кнопку, и камера свернулась в маленькое окошко. На всех современных андроидах должно поддерживаться на iOS, пока еще не тестировал. Все оповещения, которые будут проходить, они будут отображаться здесь. Допустим, этот необычный звук услышала камера, и я получил оповещение. В принципе, больше ничего нет. Самая простая, удобная в настройках приложения, самая простая, удобная камера. Поставили и используйте. В отличие от 360-градусной камеры, которая может вращаться и следить за положением объекта в зоне видимости самой камеры, эта камера предназначена для статичного использования. То есть, ее купил, поставил, настроил и все. Где я вижу область применения этих камер? В основном, наверное, по работе, ну, скажем так, видеонаблюдение за детской. То есть, в помещении, где дети. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, вовремя услышать плач ребенка, если у вас грудной ребенок маленький, спит, там что-то его беспокоит. Вы в любой момент можете получить оповещение, быстренько прибежать, прийти и оказать какую-то помощь или успокоить свое чадо. Также я вижу эту камеру очень хорошую в области применения, если вы ухаживаете за пожилыми людьми. Если у вас есть бабушка, дедушка, которой необходима помощь, и вы хотите в любое время посмотреть, что они делают, хорошо ли они себя чувствуют, упали, не упали в обморок, пожалуйста, установите там в их гостиную или в их спальню. Опять же, предупредите их о том, что вы это делаете, потому что подслеживание за частной жизнью без уведомлений, наверное, нарушение каких-то законов или принципов, как минимум, совесть. В общем и целом, приложение работает отлично, сама камера работает, все быстро, практически все на русском языке, проблем нет. Для того, чтобы приобрести данное приложение, просто проходим по ссылкам в описании на официальный магазин, также на эту камеру. С 4 по 8 июня будет проходить фестиваль скидок на Алиэкспрессе, можно заранее пройти, ознакомиться, выбрать, ну а в указанные даты просто приобрести со скидкой до 80%, опять же, очень заманчиво. Все ссылки будут в описании, пожалуйста, проходите, вы очень поможете каналу, если просто даже нажмете на эту ссылку. С вас вообще ничего, а мне будет очень приятно. Большое спасибо за просмотр, если нужны камеры, обращайтесь, и технологи, тем более, по России, она, по-моему, бесплатная. И, если честно, не надо ждать из Китая, это очень хорошо, и европейская версия, что немаловажно. В общем и целом, большое спасибо за просмотр, оставайтесь на связи, пиши до 0 до 0 до этого момента, и вообще напишите в комментариях, нужны ли видеокамеры или не нужны, нужны ли камеры слежения или не нужны. Мне очень важно и интересно ваше мнение. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.